Города затопило. Они уже тут собираются эвакуироваться. Город наш. Хоть как бы мы друг к другу не относились. Может где-то у нас противоречия есть, но мы помогаем. В отличие от наших администраций. Это не позор администрации. Это надо снимать и сажать его. Всё. В итоге к сотням человек вышел глава города Василий Казупица. Люди окружили чиновника и стали задавать ему вопросы. Жителей не устраивает размер компенсации. Он заставляет 100 тысяч рублей за полную потерю имущества и 50 тысяч рублей за частичную. Это тысяча и пятьсот долларов соответственно. Затем пришедшие на митинг создали инициативную группу. Её членов пустили в здание правительства, чтобы пообщаться с губернатором. Встреча началась с требований, но с требований со стороны самого губернатора. Тише, тише, тише. Тише, у нас тут есть правила. Тише, телефон и всё убрали. А как мы потом докажем, что нам такое? Вот здесь пресса есть. Вот у вас пусть и пресса. А пресса вырежут. Давайте это сейчас. Мы пришли, давайте попросим, что я пришёл. Нет, мы не попросим. Телефоны всё убрали. В итоге, утратившим из-за паводка жильё, жителям Орска пообещали выплаты в размере стоимости строительства одного квадратного метра, а также порядка 10 тысяч рублей ежемесячно, то есть 100 долларов на семью для съёма жилья. Губернатор, кстати, пожаловался жителям Орска, что сам отменил свой отпуск в результате уничтожения дамбы и затопления некоторых районов города. Он также подчеркнул, что сам всё время работает и уже несколько дней не спал и не менял одежду. Тем временем директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров, эта компания строила дамбу в Орске, заявил, что в прорыве дамбы виноваты грызуны. Такие заявления Комаров сделал в эфире Федерального российского Первого канала, обвинив в прорыве сооружения грызунов. По его словам, изначально были возможны два фактора, две причины прорыва, это человеческий фактор и грызуны, и дальше я процитирую. Но посмотрев по съёмкам, в каком месте получился прорыв, этот фактор у меня отпал. Остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить, и этой дырочке хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу. Так заявил глава компании «Спецстрой». Напомню, что ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер отмечал, что заведены уголовные дела в отношении ответственных за дамбу лиц. Это всё, конечно, было бы смешно, если бы не было так страшно, не было связано с человеческими трагедиями. Продолжение следует...